Звуки техники и бензопил здесь слышать не привыкли. Обычно в этих зарослях собираются любители хорошо посидеть. Вот они собирались за этими кустами, костер жгли, и тут дети, они тут с бутылками, со всем прочим. Я и думаю, идем вот здесь с работниками, с ребятами. Они здесь прямо уж испугались, как и правда пиво, и все, как бы народ. Шевеление пошло, они быстренько ушли. Когда группы расходились по парку, то встретили тех самых лесных обитателей. Вышли со своего укромного места, спрашивали, что здесь будет. Я им сказал, что парк с освещением. Они говорят, а где же мы теперь тут будем обитать? Я говорю, все, ребята, до свидания. Раньше здесь стояла больница, был детский сад. Фрагменты былого благоустройства настолько затерялись в зарослях, что сегодня о них многие не помнят. Я с родом и не знал, что здесь еще и бассейн есть. Фонтан. А прожил в Искитиме 40 лет. Разобран полностью. Осталось только ограждение. И загажено мусором. Еще зимой жители Подгорного микрорайона пытались внести этот пустырь в программу «Комфортная городская среда». За сквер активно голосовали, но территория в программу не вошла. Однако жителям пообещали, что здесь порядок все же наведут. Субботник прошел в рамках всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». Сегодня здесь работают сотрудники отделов администрации, службы гражданской защиты населения, спортсмены, депутаты и несколько местных жителей. Сегодня планируется расчистить территорию от мусора, стекла, бутылок. Выпилка начнется деревьев, думаю, что в следующем году. Ну и расчистка фонтана под клумбу. Хотим сделать жителями клумбу. Уже давно на этот счет разговаривали. Заброшенный фонтан. Ну, я думаю, нормально будет сделать из него клумбу. За несколько часов работы участники спилили старые деревья, вырубили заросли, скосили траву, собрали мусор. Техника, выделенная Управлением благоустройства дорожного хозяйства из Китима, вывезла все это на свалку.